Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин, и сегодня 27 марта, и сегодня у нас разговор с Кристиной Бердинской. Здравствуй, Кристина. Привет. Кристина находится в Киеве, я нахожусь неподалеку от Львова, и мы сейчас обсудим то, как идут дела в наших городах, в наших местностях, скажем так, ну и в общем поговорим о том, что происходит в Украине. Кристина, расскажи давай сначала, что именно происходит в Киеве, есть ли какие-то изменения к лучшему с тех пор, как мы с тобой говорили примерно неделю-полтора назад. Да, вот за эту неделю, кстати, Ваня, многое что изменилось, Киев пытается вернуться к нормальной жизни в относительных условиях, да, в тех, которых находится, например, кроме там магазинов продуктовых, которые так работали, сейчас открываются и аптек, которые были тоже, сейчас, например, открываются магазины оптики, игрушек, даже открываются некоторые рестораны, все это работает приблизительно там в таком режиме от 11 до 4, до 5, ну то есть это несколько часов работы в день, но все же. И вот и мэр призывает постоянно к тому, чтобы бизнес все же, если есть возможность, возвращался к работе, создавая тем рабочие места, и клиенты тоже пользовались услугами бизнеса и пополняли городскую экономику. И поэтому, когда ты идешь по улице, все же, все больше открывается каких-то мест, и это начинает напоминать жизнь до 24 числа, но все же она слишком отличается, потому что людей в городе мало, все-таки многие уехали, ну и там многие витрины забиты, заколочены и так далее. Ну и сирены тоже никуда не исчезают, опасность никуда не исчезает. В последние дни, вот сегодня ночь была тихой, к счастью, ничего не происходило, но несколько дней назад, да, было громко, и мы знаем тоже случаи попадания и ранений людей, поэтому, с одной стороны, опасность никуда не исчезает, и с другой стороны, город все же пытается адаптироваться к этим сложным условиям, в которых находимся. Скажи, но все-таки люди, по твоим ощущениям, продолжают уезжать из Киева или уже начинают возвращаться? Ты знаешь, я встречала, например, вот встретила в своем подъезде соседку, которая вернулась. Она была где-то и вернулась в Киев. Такие случаи тоже знаю, и знаю людей, которые продолжают уезжать, поэтому это, знаешь, такой двусторонний процесс. Статистики у меня никакой нет, но если идешь по улицам, ну, то есть сейчас очень солнечная погода, поэтому люди как бы гуляют, да. Ты иногда идешь, видишь, и машин много, и вроде бы люди все вышли, но все равно, сравнивая довоенное время, это, конечно, не такое количество людей, все равно их очень мало. Ну, там продуктовые ярмарки работают, ну, цены повысились, это я точно могу сказать. Вчера покупали огурцы, помидоры по 150 гривен на ярмарке, вот, поэтому, ну, то есть ярмарки какие-то работают, продукты, с продуктами проблем нет. Понятно, а вокзал работает нормально сейчас? Вокзал работает, и каждый день продолжают происходить эти эвакуационные рейсы. И, насколько я знаю, у меня тоже моя родственница недавно уезжала во Львов, и она сказала, что не было проблем сесть в поезд, и даже были свободные места, ну, то есть сейчас нет такой давки, как была в начале. То есть ажиотаж закончился, плюс-минус. Ну, а вот... Просто те, кто приехал, наверное, выехали, да, а сейчас те, которые сомневались выезжать, наверное... Я был несколько дней назад на вокзале во Львове, и до сих пор стоит огромная очередь на выезд в Польшу, на вокзале. То есть люди все еще хотят покинуть территорию Украины. Ну, опять же, это все женщины и дети, мужчин вообще средних нет, я ни одного не видел. Там, в Киеве, сейчас есть ощущение того, что отодвигается линия фронта от города? Или, потому что очень много разговоров сейчас идет о том, что потихоньку начинают отгонять российские войска от Киева. Это ощущается как-то, ты можешь это подтвердить, опровергнуть? Конечно, почему? Я по себе скажу. Ощущение спокойствия больше, потому что все же, ну, ты видишь, как действуют вооруженные силы Украины, что, да, происходит оттеснение немного от Киева, тех пунктов продолжаются бои там в Ирпине сильные, там в Костомеле, все это продолжается, но нет такого ощущения, что приближаются к Киеву. Наоборот, да, кажется, что отодвигаются от Киева, и все самое серьезное происходит все же там, и поэтому, ну, наверное, поэтому жизнь в Киеве как-то и возрождается, потому что чувствуют люди, что приближения к Киеву пока нет. Скажи, а вот как раз этот Гастомель, Ирпень, там все еще продолжаются, да, боевые действия? Потому что, знаешь, иногда говорят, что там уже как бы освобождены эти города, не очень понятно. Нет, но даже если мы смотрим по карте, то вооруженные силы подтверждают проект Ирпень 85%, да? Ну, то есть 15%, 85% контролирует одна сторона, 15% другая. Я думаю, что ежедневно все равно это процентное соотношение меняется, и все равно там происходит битва. Единственное, что я не знаю, как много мирного населения там остается, потому что, ну, эвакуации продолжают, люди продолжают уезжать, и, конечно, бедные эти люди. Я вот хотела как раз в этом стриме рассказать, что я недавно была в Киевской больнице, и я делала материал о раненых детях, потому что, ну, весь этот ужас войны, помимо прочего, состоит в том, что уже очень много раненых и убитых детей. И вот я как раз общалась с 7-летней девочкой из Ирпеня, которая попала под минометный обстрел со своей мамой, когда они пытались выехать из Ирпеня. Это было, ну, правда, уже недели-две назад, но ребенок пострадал, делали операции и тому подобное. И таких случаев, к сожалению, очень много. И в больнице вот как раз я когда общалась с врачами, они говорят, что большинство раненых пациентов, взрослых и детей, это как раз Киевская область. Но там вот я тоже, меня потряс этот тоже случай, попал мальчик 4-летний недавно в больницу. Он был ранен в Киеве средь бела дня, он с папой возвращался домой, и вот рядом с площадкой недалеко прилетело, и ребенку осколками полностью разорвало спину. Врачи пытались все, это правда, и ты просто смотришь, дыра у ребенка в спине. И врачи попытались это сшить, они сохранили ему жизнь, его жизнь находится вне опасности. Но, как рассказывают сами медики, проблема вот этих всех боевых ранений в том, что это очень-очень долгое лечение, очень долгое там восстановление. Ну, то есть этому ребенку придется еще лечиться и лечиться очень долго. Но, к счастью, спасли жизнь. Но были случаи, когда не удалось спасти жизнь. И вот один первый случай. Ребенок попал 25 февраля в больницу, его привезли, вообще не знали, кто он, ничего не знали о ребенке. У него было осколочное ранение в шею и по всему телу. Пять дней провел ребенок в больнице и умер. И уже как бы в конце выяснилось, что у ребенка погибла вся семья. И, да, мальчика звали Семен, ему 6 лет. И его семья погибла раньше, чем он. Он умер. И это тоже Киевская область. Это тоже все поступление, то есть то, что поступает из Киевской области. И это ужас. Ну, потому что ты смотришь на этих детей. И врачи мне рассказывали столько историй. Очень сложно было писать этот материал. Потому что ты смотришь маленькие детки. Вот я общалась с этой 7-летней девочкой. И мы с ней встретились в библиотеке в больнице. И она себе выбрала книжку читать. Вот эти хроники Нарни или что-то такое. И мы обсуждали, какие у нее любимые супер-герои. И она объясняла, что вообще Нарни мне нравится. Но вообще я люблю Спайдермена. А мы говорим о Гарри Поттере. А она говорит, вы что не понимаете, что Гарри Поттер это маг. Как они супер-герой. И вот, знаешь, ребенок с обычным детством. С спайдерменами, супер-героями. А потом мы переключаемся. И она мне показывает. Вот у меня в эту ногу попало. В эту с этой ноги у меня достали осколок. И я спросила эту девочку уже. Потом я не хотела, знаешь, травмировать ребенка. Расспрашивать, как именно она получила эти ранения и тому подобное. Я просто спросила, что она думает о войне. И тут семилетняя девочка. Вот я же говорю, с нормальным детством. Она мне говорит, я очень хочу, чтобы Путин это остановил. Или чтобы что-то сделали с Путиным. Она говорит, я хочу, чтобы Путина пытали. Говорит семилетняя девочка. И просто сколько вот тумированных детей сейчас в Украине с этим всем. С психологической травмой. Им ворвались и ранили их детство. В прямом смысле слова. И это, конечно, об этом нужно рассказывать миру. И кричать, и показывать миру. Потому что, ну, они делают. Я думаю, потом надо будет очень много работы. Будет и у психологов, и у врачей, которые занимаются реабилитацией. Потому что, да, видимо, многие травмы эти годы, годы и годы. Да, извини, расскажу. Но это, ну, просто у меня, если честно, это все очень сильно поразило. Тоже еще один случай из этой же больницы. Поступила девочка со сколочными ранениями. Шесть лет, и тоже Киевская область, по-моему, Гастомель. И попала сначала в соседний дом, а потом попала в их дом. И пострадали почти все. У девочки там ноги, сколочные ранения, все. Но самое ужасное, что погибла еще ее мать. И она в больнице, ну, то есть ее там оперировали, зашивали, все. И она в больнице, когда общалась там с журналистами, все. Ребенок, ну, мне просто показывали эти фотографии. Ребенок в блокноте рисовал сердце и подписывал сверху «мама». Ну, то есть, представляешь, какая у ребенка как бы травма. И с ней работали психологи, конечно, да. Но мне врачи говорят, мы все тут стали с психологами, потому что, ну, такие жизненные истории, и они абсолютно все реальны. Идет, на мой взгляд, простая абсолютно вещь. Владимир Путин пытается захватить Украину. Вот просто и тупо. Никакой деноцификации, демилитаризации. Это все какие-то отмазки. И мы видим просто попытку вторжения и захвата чужой страны. Вот так вот прям в стиле 19 века какого-то, да. Вот такое происходило. Поэтому, знаешь, я, честно говоря, даже сам не вступаю ни в какие споры по поводу того, что там где нацисты, где ненацисты, где милитаризация, где демилитаризация. Потому что, мне кажется, это просто смысла не имеет. Всем очевидно, ну, мне очевидно, по крайней мере, что речь идет о простом попытке захватить чужую страну. Вот и все. Да, при этом абсолютном понимании этой страны, да. То есть настолько не рассчитать, что будет такое сопротивление со всех сторон. Я сама родом из Херсона, как ты знаешь. И тут я должна сейчас сделать большое откровение в этом прямом эфире. Ну, то есть я уехала... Ну, не прямую, но записываем, записываем. Записываем, ладно. Я уехала из Херсона в 17 лет. Сейчас Херсон город-герой, Николаев город-герой, там в другой город-герой. Короче, перемещалась по украинским городам-героям и никогда не скучала по Херсону. Никогда. Ну, то есть не было у меня никакого большого сантимента к моему родному городу. И сейчас, насколько я горжусь теми людьми, которые ежедневно выходят, несмотря на то, что у них в городе стоят русские с оружием, да, и то есть они мало того, что выходят, говорят им все, что думают. Там уже пускают слезоточивые, стреляют в воздух, а они все равно выходят. И вот я, когда вижу все эти истории закупированных городов, ну, я горжусь украинцами, конечно, и их бесстрашием, которые действительно готовы выходить против людей с оружием. Смотри, ну, я тебе так скажу. Сейчас, конечно, удивительно, как они, смелости им хватает, но я боюсь, что сейчас против этих людей будут бросать Росгвардию. Уже, потому что военные, они как бы не умеют обращаться с демонстрантами. Они смотрят на демонстрантов, стреляют в воздух или стреляют даже по людям. Это они умеют. Но они не знают, что с ними делать. Сейчас туда, вчера было заявление какое-то из Крыма, кажется, о том, что собираются туда отправить, вернее, собираются создавать там администрации. И это будет означать, что там появится Росгвардия. Росгвардия – это как раз вот эти люди, созданные для подавления беспорядков, подавления волнений, митингов и так далее. То есть вот я боюсь, что там очень в худшую сторону изменится ситуация, когда эта Росгвардия туда доедет. А эта Росгвардия в России почти столько же, сколько обычной армии. То есть их реально очень дофига. Да, конечно, страшно все. Страшно все, потому что безумное руководство, цена жизни ничего для них не стоит, украинцев. Им убить сто или тысячи, своих убить не жаль. И вот видео появилось вчера или позавчера, когда там они раздавали какие-то награды этим российским солдатам. Там все они, там им 20-25 лет, они с ампутированными ногами, на лицах вообще ужас. Они им какой-то раздают награды, те сидят с такими глазами. Им своих не жаль, чужих не жаль, никого не жаль. И поэтому, к сожалению, конечно, мне кажется, уже каждый украинец понимает, что может произойти вообще все. Там бомбы будут лететь, все. Но чем больше вот этого происходит, тем больше вот желания все-таки как-то противостоять этому. Ну вот я чувствую, знаешь, я общаюсь с жителями Харькова, которые, да, что там творят русские, как они там все. И вот людей там у террабороны, у местных, то это все больше вот злости на это все и желания противодействовать. Главное, чтобы, конечно, на этом пути не полегло половину Украины. По украинской политике есть какие-то вообще интересные новости политические или вообще что в украинской политике сейчас происходит? Я обсуждала, ну я общалась с советником логового офиса президента Михаилом Подолюком, который входит в переговорную группу от Украины с русскими про переговорный процесс, который происходит между Украиной и Россией, и к чему все это идет, потому что, ты знаешь, Эрдоган там что-то заявил, что Украина согласилась на 4 из 6 пунктов, но я так понимаю, что Эрдогана дезинформировали русские. То есть Россия очень много делает вбросов в информационное пространство о переговорах. Выходила публикация Financial Times, там, знаешь, вот Эрдоган что-то говорил, что на самом деле не соответствует действительности. Я думаю, что именно для того, чтобы повлиять на внутриукраинскую политику, потому что люди в Украине на большом нерве, то есть потеряли уже многие родственников, родных, все, столько смертей происходит, и поэтому любые разговоры о возможной капитуляции, они нервируют население, да, и то есть это может привлечься к каким-то там внутренним противоречиям. Но общаясь с подалеком офисом президента, не вижу я пока оснований для каких-то зрак. Нет этого. Ну, переговорный процесс, он, мне кажется, в нем, если честно, особо ничего не происходит. Ну, то есть это все разговоры ради разговоров. Ну, вот есть площадка для переговоров, потому что все равно она какая-то должна быть, но все прекрасно понимают, что все зависит от того, что у Путина в голове, и сколько бы он там не делегировал своих переговорщиков в эти группы, да, ну, то есть все равно они не уполномочены принимать какие-то решения. И поэтому я за этим переговорным процессом слежу постольку, поскольку. Что ты думаешь у Путина в голове? Как он видит в себе окончание этой истории? Он хочет то, о чем ты говорила, он хочет захвата Украины. Хотя бы, смотри, если он поймет, Киев там не получается, да, вот попытается отжать максимально там юг и Донбасс, вот все-таки за Мариуполь идет же большая там борьба, не выпустить Херсон, не выпустить Мариуполь, но все равно как бы сделать больно Украине. То, что он пытается сделать, это если не захватить полностью страну, то расколоть страну там по частям, или вот у него такая цель, да, то есть создать еще больше гуманитарный кризис. Ну, то есть он уже огромнейший. Сколько у нас? 10 миллионов внутренних переселенцев. 3 миллиона выехало за границу. Ну, и поэтому он будет продолжать делать то, что, ну, делать больно Украине. Но мы видим уже первый план, то есть первоначальный его план не сработал. Я не знаю, какой ценой, но у меня все же с каждым днем появляется все больше какой-то уверенности, что Украина выстоит в этой войне. Единственное, что, конечно, тут мы не знаем по поводу там химического оружия, ядерного оружия и всего, что он может еще применить, но из того, что следует сейчас, мне все же кажется, что Украина выстоит и выдержит. Как долго будет продолжаться война, я хочу, чтобы она закончилась как можно быстрее, чтобы у Путина не было ни политически, ни физически, просто чтобы мир избавился от него как можно быстрее. То есть ты практически повторяешь то, что сказала эта девочка, с которой ты беседула. Да, я с ней абсолютно согласна. Мне нечего ей возразить. Ну что ж, Кристина, спасибо тебе за разговор. Надеюсь, что через недельку где-то еще раз поговорим. Да. Пока-пока. Да прибудет со всеми нами сила, как ты говоришь обычно. Спасибо. Спасибо.